В Новосибирске с нуля обустраивают современный парк, который расположится рядом с будущей многофункциональной ледовой ареной и станцией метро «Спортивная». Зеленая зона уже начинает обретать контуры, которые были придуманы проектировщиками. На прошедшей неделе в рамках выездного совещания работы на объекте в 15 гектаров оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Это ландшафтный парк получается. Мы старались максимально сохранить все деревья, которые вы видите здесь взрослые, которые здесь были изначально в этом парке. Мы поднимаем только дорожки, так как зона задавляемая. Надо было вообще все снести и поднять все от полутора до пятиметров. Но наши архитекторы делали так, что только дорожки поднимаются, все остальное, как вы видите, максимально сохранено. Благоустройство нового парка на левом берегу Аби включает работы по оборудованию пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, маршрута для скандинавской ходьбы, зон для семейного отдыха и массовых мероприятий, а также обновлению зеленых насаждений. С нуля мы создаем парк впервые за долгое время. Еще раз напоминаю, это была зона законсервированная в свое время, никак не застраивалась, поскольку это была пойменная зона, никак не использовалась. И вот после того, как было принято решение о строительстве спортивного объекта большого областного, было принято решение о создании парковой зоны, рекреационной зоны. Мы фактически дали старт развитию этой зоны. На территории нового парка планируется сделать водоотводы, провести освещение и установить систему безопасности. Зимой центральную площадку будут превращать в ледовый каток, а велосипедные дорожки – в лыжные трассы. Общая площадь благоустройства составляет 15 гектаров, из которых 12 – площадь озеленения. Строительство рассчитано на два года. Его стоимость после уточнения проектно-смертной документации составила 442 миллиона рублей. Здесь не было ни одной коммуникации, ни света, ни воды, ни дренажа. Все это пришлось делать заново. Большой объем земляных работ с тем, чтобы спланировать территорию. Фактически земляные работы на сегодняшний день закончены. Вы видите, уже приступили к созданию твердой поверхности. Коммуникации заканчивают прокладку. Оценивается общий объем работ 47%. До конца года нет сомнений, что мы перевалим за 50%. И таким образом хотелось бы в следующем году запустить уже лето. Этот объект не в конце лета, как это рассчитано, по проекту, а раньше. Мэр Новосибирска намекает на то, что неплохо было бы торжественно открыть новый парк в День города, который традиционно отмечается в последние воскресенья июня. По словам подрядчика, такое опережение возможно, несмотря на то, что рабочие еще на старте реализации столкнулись с определенными трудностями. Сама зона размещения этого парка сложная, зона подтопления. Было очень много сложных вопросов касаемо проектирования, которые мы прошли, подняли отметки до зон неподтопления. Погодные условия в этом году, помните, в середине лета была повышенная влажность, а при завозе грунта это создает определенные трудности. В общем, с грунтом справились. 95% грунта завезено. Все подготовлено для финишных покрытий. Сейчас ведем работы по нарезке корыт, по подготовке укладки твердого покрытия. Строители обещают, что в каждое время года парк будет играть разными красками. А пассажиры, пролетающих над новосибирском самолетов, увидят зеленую зону благодаря гигантской наземной композиции в виде снежинки, контуры которой уже стали появляться на территории, примыкающей к ледовой арене. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.